28 и 29 ноября. Первыми встречаем Новый год во Дворце Украина. Учёные доказали, что люди выбирают собак, похожих на себя, из-за склонности к самолюбованию. А кто любит так любоваться собой, как наши звёзды шоу-бизнеса? Итак, какие собаки могли бы быть у наших селебритис? У Оли Поляковой на первый взгляд гончая, но на самом деле борзая собака. Если что, Оля справа. Ещё одна собака Оли Поляковой всегда после выступления убирает кокошник в пакетик и выбрасывает в мусор. Собака-монатика легко может собрать стадион вместо хозяина, ведь на собаку в шапочке точно придёт посмотреть полный стадион. Но зачем носить шапки, когда у твоей собаки такая же шикарная прическа, как и у тебя? Это я про Ива Бобула. Есть звёзды, которые похожи на своих питомцев не лицами, а попами. Как говорится, попа, как у Ким. А иногда хозяевам передаётся что-то от собаки. У этой артистки каждый танец, как собачья свадьба. Пёс Олега Винника. Это тот случай, когда у собаки больше сучек, чем у звезды вовчей. Вы знаете, в нашей стране уже стёрлась грань между звёздами и политиками, поэтому посмотрим на собак-политиков. И для начала пёс Владимира Зеленского. По взгляду видно, хитрый собака. Это я про Чихохуа. Если что, Чихохуа – это собака. Вы знаете, собак-политиков отличает одна черта. Они всегда знают, когда лаять, на кого лаять, а когда сидеть и не лаять. Глаза собаки никогда не врут. К примеру, пёс Ульяны Супрун тоже беспокоится, что и у ветеринаров маленькая зарплата. А иногда случается так, что у тебя и у твоей собаки один парикмахер. Есть у политиков собаки, в которых главная не внешность, а хватка. В стае кобелей нужно иметь хватку пожёстче. Но в украинских собаках ценят не хватку, а верность. И вот два самых верных – это Хатико и Багдатико. И оба они хранят верность хозяину. Кстати, у собаки этого человека в лотке не песок, а порезанные деньги «Приватбанка». Но вернёмся к шоу-бизнесу. Поговорим о собаках-актерах в дизель-шоу. Вот собака Евгения Гошенко. Единственная собака, которая видела, как хозяин гоняется за хвостом. Уникальная собака у Саши Бережка. Единственная собака, которую на охоту ведёт хозяин, а хозяина с охоты ведёт уже собака. Самая добрая собака у Егора. Она лично вылизывает ему лысину, чтобы та блестела. У собаки нашей Яночки тоже есть водительские права. Что вы удивляетесь, водят они одинаково. Только Яне подарил права папик, а её собаке Бобик. Женя и Серёжа. Казалось бы, и на вид французские бульдоги, а на самом деле челябинские дворняги. Между прочим, лай собаки Маруси признан самым красивым лаем Белоруссии. Ну иди-бузи какой. И собака тоже. У нас тоже с Димой есть собаки. Да? Да. Такса Димы Танковича очень длинная. Голова у неё гавкает в Украине. А в это время попа греется в Белоруссии. Хорошо, Женя, я понял, получай. Женя Сморигин. Единственный хозяин, который донашивает бабочки за своей собакой. И, наконец, собака Виктории Булитко. Помогает хозяйке выбрать платье на танцы со звёздами. Такое пометило, в том Вика и будет танцевать. И причём все идеи танцев им подсказывают собачки. Причём все идеи. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, ваши аплодисменты нашим звёздам и их питомцам. 28 и 29 ноября. Первыми встречаем Новый год во Дворце Украина.